Вечерняя Москва в прямом эфире. Меня зовут Евгений Шматко и я приветствую вас в студии программы Круглый Стол. Здесь мы сегодня с экспертами обсудим актуальные и насущные темы. Есть темы, о которых можно говорить вечно. Одна из таковых – ипотека. Не потому, что платите вы ее длиною в жизнь, а просто потому, что условия по ипотеке меняются год от года и даже месяц от месяца. С 1 июля правительство отменило льготную ипотеку по ставке 8% годовых. Эта программа работала с весны 2020 года, когда в разгар ковидных ограничений программу ввели в качестве временной меры поддержки. Условия ее со временем менялись, а сроки несколько раз продлевали, уже без особой привязки к антикризисной функции. Кроме того, с 1 июля изменились правила для семейной ипотеки. Эта программа тоже должна была закончиться 1 июля 2024 года, но в итоге ее решили продлить до конца 2030. При этом власти изменили ее условия, сделав поддержку более адресной. Льготную ставку 6% сохранили только для семей с детьми до 6 лет. А также расширили программу, чтобы воспользоваться ей могли жители малых городов и регионов с низкими темпами строительства. При этом Центробанк снова поднял ключевую ставку, которая теперь составляет 18% годовых. Как следствие, ипотечные ставки в банках поднялись до 24-26%. Многие воспринимают отмену льготной ипотеки практически как репрессивную меру. Но была ли эта льготная ипотека на новостройке благом? Как изменился рынок недвижимости за эти 4 года? И что будет после отмены, обсудим с нашими экспертами сегодня. У нас в гостях генеральный директор «Планета недвижимость» Александр Саяпин. Здравствуйте, Александр. Далее директор по стратегии инвестиционной компании «Финам» Ярослав Кабаков. Здравствуйте, Ярослав. Добрый день. Движемся дальше. Президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко. Здравствуйте, Ирина. И на прямой связи с нашей студией инвестор, эксперт по финансам Мария Кузнецова. Мария, слышите ли вы нас? Да, да, здравствуйте. Отлично, здравствуйте. Ну что, давайте обсуждать, Ирина, с вас начнем. Как вам кажется, все-таки вот те изменения по ипотеке, которые мы видим сейчас, это репрессивная действительно мера? Это вот такие радикальные, что называется, вливания в нашу экономику и ограничения потребителей, да, как это воспринимается сегодня в обществе, или нет? Я хочу сказать сразу, что эта мера слишком запоздалая, потому что за 4 года стоимость квадратного метра увеличилась в среднем по стране в 2 раза, а в некоторых регионах, я вот недавно была в Пятигорске, в 5 раз с 30 тысяч рублей за квадратный метр до 150. И все чиновники, Греф, Набиулина, в общем, все признают, что доступность жилья ухудшилась. Поэтому, когда дешевая ипотека, это еще не значит, что квартиры легко покупать. Стоимость квадратного метра не менее важная часть в этом уравнении, а она увеличивает, и, в общем, сейчас неизвестно, когда она более-менее придет в чувство, да, ну, скажем, будет соответствовать доходам граждан. Она увеличивается на пустом месте, эта стоимость квадратного метра? Это не зависит от строительных материалов, там, всей доступности и так далее? Нет, это зависит от спроса, потому что материалы, конечно, дорожают, но, слушайте, у нас в основном сейчас все свое, кирпич, там, песок, да, и сантехнику уже научились, и китайские лифты уже доставляют. То есть, в принципе, уже застройщики адаптировались за два с половиной года, и сейчас они хотят зафиксировать вот те цены, которые были. Конечно, они не будут, ну, будут стараться их не снижать всяческими способами, но Эльвира Набиулина поставила цель уменьшить нагрузку на бюджет льготными ипотеками в три раза. Собственно, я думаю, что к этой цели мы уже близки прям уже в августе, потому что убрали с рынка ипотеку на новостройки до 8% и в три раза сократили срок, вернее, не срок, возраст детей. То есть не просто совершеннолетние, а дети до 6 лет, если есть ребенок, тогда родители могут воспользоваться льготной ипотекой. Ну, правда, там нужно сделать исключение для моногородов, городов, где нет строительства. Там льготная ипотека осталась в том же объеме 6% для семей с двумя несовершеннолетними детьми. Поэтому нагрузка на бюджет, надеюсь, будет уменьшена. И значит, косвенно, ну, скоро, не скоро, не знаю, но инфляцию, возможно, надеется, Набиулина снизится. Хотя понятно, что этот фактор в разгоне инфляции, я имею в виду льготная ипотека, не единственный. Ну, один из, да, скажем так. Ну, один из. Если мы убираем этот фактор, потому что за эти, вот этот, за аттракционные виды на щедрости, мы будем дальше с вами расплачиваться повышением инфляции, потому что эти миллиарды, которые сейчас тратятся правительством... 19 с лишним миллиардов, кстати, задолженность по ипотечным платежам. Вот эти 19 миллиардов нужно будет печатать 20-30 лет вот на весь срок кредита. И это, в общем, на всех россиян будет сказываться. Поэтому я считаю, что нужно было давно и давно уже сократить эту льготную ипотеку. Но у нас слишком большое строительное и сильное лобби по власти. И они вот всячески убеждали, потому что эту ипотеку только на мои... Ну, вот сколько я давала эфиров, уже раз 5 или 6. Мы закрываем. Они только разгоняют покупательский спрос. Мы сокращаем снова покупательский спрос. Поэтому вот сейчас, я думаю, это уже... Окончательно. Окончательно. Хотя уже Владимир Путин сказал вот 8 августа, что мы будем смотреть. И, скорее всего, до конца года, если будет прям уж совсем как-то тоскливо на строительном рынке, мы что-нибудь придумаем. Но они уже опробовали, как работает этот механизм льготной ипотеки, что-нибудь подкрутят. Там увеличат срок, вернее, не срок, а возраст детей, там до 12 лет будут смотреть. Ну, в общем, с ипотечными... Но пока поговаривают, что, наоборот, хотят даже увеличить стоимость первоначального взноса. В сфере риелторов есть такие слухи? Или это опять-таки слухи, которые разгоняют спрос? Я не знаю, что там риелторы думают. Я всегда цитирую официальные источники, когда мне они более понятны и там точно без фейк. Понятно. Александр, как вам кажется, в связи с вот этими изменениями, что у нас будет с первичным жильем? Потому что, я не знаю, может быть, поправьте меня, но все-таки мне кажется, что первичный рынок как будто бы проседает и проседает все больше, потому что цены какие-то суперкосмические относительно новостроек. Новостройки выглядят, конечно, более привлекательными, особенно когда есть еще и какие-то послабления и субсидии от государства. Что будет с первичкой? Ну, как правильно сказали, что господдержка очень сильно разогнала первичный рынок. И разница между первичным и вторичным рынком составила там даже до 50-60% в некоторых регионах. И отмена господдержки, она должна убрать эту колоссальную разницу. По сути, это пузырь, потому что зачастую было так, что квартиру покупали, и когда на сейл вторичка, она на 30% становилась дешевле, на 40%. Поэтому мы ждем выравнивания цен между первичным и вторичным рынком, соответственно, сильное охлаждение цен на первичном рынке. Но тут очень такой тонкий баланс. С одной стороны, правильно господдержку пора было убрать, но убирать господдержку в тот момент, когда еще растет ставка рефинансирования, это очень такой двойной удар по застройщикам. И если перестанут строить совсем, то в перспективе, там, не знаю, 3-4 года у нас цены вырастут еще сильнее за счет того, что просто не будет предложения на рынке. Поэтому тут нужно очень хорошо и грамотно подойти к этому вопросу, потому что мы из одной проблемы можем плавно попасть в другую. А я правильно понимаю, что у нас есть спрос вот такой колоссальный? Сколько у нас строек по стране? Вот такой и спрос, собственно, у людей на то, чтобы приобрести себе квартиру. Ну, если мы будем рассуждать по поводу спроса и предложения, то за последний год застройщики на 30% увеличили предложение. Там с 80 миллионов метров до 110 увеличилась площадь застройки. И я так понимаю, что на всю эту недвижимость спрос более-менее был до того, как господдержка была. Сейчас что будет, ну, будем смотреть. Как бы непонятно. То есть, ну, рынок за последние месяцы охладел на 30%, это факт. И вы согласны с этим, Ярослав? С чем конкретно? С тем, что у нас действительно есть этот спрос. И вот, к сожалению, та ситуация, которая происходит сейчас, возможно, его будет как раз-таки уменьшать. Ипотеку невозможно рассматривать без общей экономической ситуации. И в этом отношении ипотека, наверное, не самое зло. И субсидирование ипотеки тоже не является неким злом. Но мы сейчас видим достаточно существенные бюджетные стимулы в экономике. Мы видим просто катастрофическую ситуацию с рынком труда. То есть, у нас не хватает рабочих рук. Экономика перегрета. Ставку ОЦБ повышает для того, чтобы каким-то образом охладить экономику. И вы знаете, я думаю, что, ну, вот тут как-то было сказано по поводу лобби девелоперов. Но основную маржу у нас забирают не девелоперы, а банки, которые, соответственно, держат средства на эскроу-счетах, которым как раз Минфин и компенсирует ставку. И в этом отношении общий взгляд на дальнейшее развитие банковской системы предполагает укропнение банков, увеличение их значимости в экономике. И в этом отношении, я думаю, как только бюджетный стимул начнет сокращаться, бюджетный стимул во многом связан с трансформацией экономики, с СВО, с теми госзаказами и госконтрактами, которые у нас сейчас присутствуют. Как только начнет сокращаться стимул, как только начнет сокращаться инфляция, мы опять перейдем к субсидированию ипотеки. И, в принципе, львиная доля ВВП страны в виде стройки, она вполне адекватна и полезна для развития страны. У нас огромнейшие площади жилья, которые необходимо замещать, которые десятилетиями уже требуют не то чтобы капремонта, а просто-напросто замещения. Ну, в принципе, та же самая реновация в Москве, которая была озвучена, она же не на пустом месте возникала. Поэтому льготная ипотека – это только небольшой вклад в развитие экономики. И в текущей ситуации понятно, что при перегреве экономики правительству приходится сокращать, разогревать рынок недвижимости. Но как только у нас высвободятся, так скажем, трудовые ресурсы, я думаю, что здесь с новой силой у нас стимулирование продолжится. Просто получается такая ситуация, что правительство, конечно, охлаждает, но в связи с этим мы видим реакцию потребителей, которые говорят, что мы просто не можем теперь, получается, брать ипотеку, потому что господдержка хоть какие-то давала возможности накопить первоначальный капитал, первоначальный взнос. Или, скажем, понимать, что ты эту ипотеку потянешь в соотношении зарплата, платеж ежемесячно и так далее. А сегодня как раз-таки люди говорят, что получается, что отрезается возможность и накопить первоначальный взнос, и потом как-то понимать, что твой платеж не составит 150 тысяч рублей, когда у тебя зарплата, дай бог, 70. Ну, вы же понимаете, да, что у нас зарплаты сейчас очень сильно разнятся, особенно в сегментах, связанных с ВПК, это первый момент. А второй момент, здесь тоже надо понимать, что вот текущая ситуация с льготной ипотекой, она в пользу тех, кто имеет квартиры. То есть, все очень просто. Вот у вас есть квартира, вы уже накопили, выплатили и так далее. Вы берете эту квартиру, продаете, берете льготную ипотеку под 6% на 30 лет, остальную сумму размещаете в облигации федерального займа под 16%. На 10 лет, в ближайшие 10 лет живете, получаете 10% с разницей ставок. Вот и все. Это замечательная схема для тех, у кого квартира есть. Да, да. Как показывает практика, в нашей стране часть населения не имеет таких. Я про это говорю, что те, у кого есть средства в текущей ситуации, они выигрывают. Поэтому идет, опять же, понятная история с сокращением льготной ипотеки. Более избирательно будут относиться и так далее. Но рынок перегрет. Доходы части населения достаточно устойчиво выросли за последние два года. И они в том числе проявляют платежеспособный спрос даже на те объекты, которые, вот, недвижимость, которая выросла в цене. Мария, к вам вопрос, действительно ли это так? Действительно ли сегодня у нас прям вот какое-то такое засилье людей, которые вкладываются в квартиры, как в инвестицию, да, понимая, что они могут себе это позволить, еще и воспользовавшись вот таким вот лакомым предложением? Ну, конечно, недвижимость, она, как правило, вообще в целом является классическим инструментом. А при условии, когда нам предложили такие ипотеки, и совершенно верно, предыдущий спикер сказал, что есть возможность зарабатывать на разнице, колоссальный объем именно инвесторов пошел пользоваться этой возможностью. И мы тоже, поэтому как раз таки инвесторы воспользовались. Ну, я думаю, что и многие люди получили интересный опыт покупки, овладения собственной вот какой-то недвижимостью. Это был интересный опыт, но, к сожалению, на рынке он сказался печально. И, на мой взгляд, в моменте недвижимость была по стоимости разогрета искусственно, а сейчас она действительно как-то уже обоснована. И несмотря на то, что наши девелоперы учатся там пользоваться нашим современным оборудованием китайским, несмотря на это, есть проблемы с строителями, просто нету персонала, есть проблема все равно с техникой, со стройматериалами, от этого никуда не уйти. И поэтому на текущий момент снижение уже и стоимости жилья ожидать не приходится. И вот я думаю, что года два будет такой тяжелый ипотечный кризис. Вы знаете, что хочется понять, Ирина? Вот все-таки жилье строится, жилья много, цены на него не низкие, скажем так, не супер доступные. То есть у нас 64 примерно процента россиян живут уже в собственной квартире, 20 с лишним живут с родственниками. То есть у них одна квартира на всю семью, условно, да? Оставшаяся часть не имеет, собственно, жилья сегодня. При этом жилье строится. А кто его будет покупать тогда по таким высоким ценам, без вот каких-то таких программ господдержки от государства? Есть статистика Центробанка. Я ссылаюсь только на официальные источники. На счетах, то есть на депозитах граждан размещено в банках 40 триллионов рублей. То есть это колоссальные деньги. Это наша вся ипотека за 20 лет столько. Возможно, не весит, да? И эти деньги сейчас на период высоких ставок по 20%, да? Ну, 18-20% чего бы не размещать. Или в облигациях федерального займа. Но как только будет снижение ключевой ставки и, соответственно, будет снижение депозитов или какой-то шорох, связанный там с какой-нибудь динаминацией, там, ну, у нас фантазия правительства... Да, да. Ну, я могу сказать, страхов там могут нагнать разных. Не буду подсказывать. Тут же вот эта вот масса вся хлынет в котлован, в кирпич, на вторичку, без всякой ипотеки. Поэтому вот у нас есть большой навес денег, которые в экономике никак не работают. Они просто вот накапливаются. Ну, это, в принципе, опять же, все там Силуановы, все Грефы, опять же, говорят о том, что вот эти денежки, да, которые на депозитах, они, в принципе, не работают в экономике. Ну, как не работают? Ну, почему они же почему-то лежат? Они лежат. То есть банк что-то с этого получает. Человек с этого живет. Банк получает эти деньги, но, смотрите, деньги работают там, где они все-таки в акциях, в облигациях. То есть как-то они косвенно влияют на конкретных производителей товаров, там, услуги и так далее. У нас это только депозиты. То есть у нас граждане за 20-30 лет, так они вот между котлованом, ну, кирпичом и депозитом, вот так они и бегают все время, да. И финансовая грамотность у нас даже по сравнению с Аргентиной, в общем, ниже. Но я, поскольку я на фондовом рынке уже много лет, и, знаете, вот я попробовала, и что-то больше мне не хочется поддерживать таким образом. Ну, потому что, считай, то арестованные, то банки были санкционированы, и мне пришлось эти квартфели там перекладывать. Ну, в общем, это был тихий ужас для тех, кто решил помочь государству через фондовый рынок, понимаете. Негативный опыт, да. И поэтому снова котлован, кирпич. Это, возвращаясь к вопросу, будет ли востребованы эти квадратные метры, которые сейчас, ну, скажем так, девелоперы вместе с банками будут накапливать, да, ну, в качестве готового жилья. Они могут себе сейчас это позволить, потому что 10 лет назад застройщики снижали резко цены, потому что, если нет покупателей и их денег притока, то не на что строить и расплачивать с рабочим. Сейчас совершенно другая ситуация. Но, опять же, как они будут накапливать готовое жилье, если готовое жилье уже перейдет в разряд вторичного жилья, и на него уже не будут распространяться вот эти все... И там есть такая поправка, что от юрлиц считается, что это как бы как первичка. То есть даже сейчас вы можете купить... То есть построили дом, не ввели его в эксплуатацию, он стоит пустой. Да, 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 и вы можете сейчас купить, если это квартира застройщика, вы можете купить с льготной ипотекой. А, то есть даже так? Да. Даже если дом уже сдан? Да. Вот у нас был период полтора года назад, когда очень много было уже готового жилья, не распродано, что-то прям какая-то стагнация была, да, и вот тогда эту поправку ввели. Поэтому ничего страшного. У нас это, знаете, уже научились там где-то подкрутить, где-то наоборот ослабить. Поэтому не волнуйтесь за застройщиков, они выживут. Я вообще не волнуюсь за застройщиков. Я в этой ситуации больше переживаю за потребителей, все тех же, которые пытаются, да, решить свой личный вопрос. Да, потребители, я считаю, в России, они вот в этой троице банк, ну, девелопер или застройщик и покупатель, они самые несчастные. Почему? Потому что во всем мире ты не покупаешь воздух за полную сумму. Ты вносишь задаток и, ну, допустим, во Франции там шесть этапов. Да, вот там вы сделали, там котловал заплатил, построили коробку, заплатил и так далее. И последние там 10%, когда ты получаешь ключи. В Эмиратах то же самое. Почему туда вот они пропылесосили сейчас весь российско-казахский там рынок, да? Потому что точно так же вносишь 20%, рассрочка на период строительства еще даже пару лет потом тебе дают. Я сейчас вернулась из Грузии, там, в Батуми, просто вообще, ну, второй Дубай. То же самое. Вносишь там 10-15%, рассрочка, ну, или там какими-то небольшими траншами, основную сумму ты платишь потом. То есть беспроцентная, получается, ситуация. Если ты не влазишь в кабалу вот эту, да? Конечно, ты не платишь вот эти там даже 6%. На этапе строительства, какой вообще беды ты платишь сейчас 6% банку, который еще не под 6% он дает застройщику, да, а гораздо выше процента. И еще и ипотеку себе получает. То есть банк зарабатывает с трех концов. Ну, как бы, пора бы уже, наверное, образумиться. Так тогда лобби, получается, не строительное, а банковское уже? Вот банковское лобби надо вот чуть-чуть, как бы, в чувство привести. Или иначе деньги будут уходить с рынка. Ну, а тем гражданам, которым, как говорится, это безысходности, да, ну, либо только рожать детей, чтобы купить под 6%. Не сказал бы, что рождение детей как-то резко поправит их финансовую ситуацию, чтобы они сразу сказали, вот не было ребенка, тут он появился, и мы вдруг сразу решили, что можем позволить себе квартиру. Ну, вот, единственное, у него 6%, а не 26, понимаете. Вот, может быть, кого-то это будет стимулировать. Сомнительно, но окей, как говорят в социальных сетях. Других у нас для вас нет плюшек. Сегодня, да, вот так вот получилось. Александр, скажите, пожалуйста, и что же делать потребителю-то в этой ситуации? Кроме как рожать детей, да? Ну, уж если не рожать детей, да, как один из вариантов развития событий, мы сегодня, да, выяснили. Ну, то есть, смотрите, мы приходим к тому, что у нас ипотека 20% и выше. 22 уже, вот, в среднем. 22, да, да, да. Если к декабрю поднимет ставку, рефинансирует до 20, да, и будет 24. Значит, дешеветь застройщики не собираются, потому что у них накоплены резервы. И вот, извиняюсь за выражение, я в такой ситуации спрашиваю, что меня делать? Как бы, ну, что делать, рожать детей, да? Спрашиваю вас, как у генерального директора планеты недвижимости. Как у генерального директора планеты недвижимости, я думаю, что все-таки цены на новостройки сейчас должны как бы пойти вниз. То есть, мой прогноз, что они будут плавно, но снижаться, то есть, на 1-1,5% в месяц, до тех пор, либо пока ставка рефинансирования как бы не упадет, либо какие-то у нас... А снижаться каким образом? Это какие-то акции от застройщиков? Акции от застройщиков, да, снижение цен, потому что... Осенний ценопад новостройок. Потому что застройщики, они как бы не были бы, да, нехорошими людьми в нашем контексте, да, которые зарабатывают на простых гражданах, там, опережая инфляцию и прочее. Они, тем не менее, оказались сейчас как бы между двух огней. С одной стороны, себестоимость растет, рабочих нет, рабочая сила растет, как бы техника зарубежная, цемент тот же у нас зарубежный и прочее, прочее. А с другой стороны, потребительский спрос как бы резко упал, да, потому что и ставка рефинансирования поднялась, и господдержку убрали. Но я думаю, что будет, наверное, как в банковской среде происходить, то есть как бы более мелких будут выкупать крупные, и крупных уже адресно будут поддерживать, чтобы они не обанкротились, потому что это все-таки, ну, градообразующие или страннообразующие предприятия, да, у нас там ВВП, по-моему, больше 15% в строительстве, и эту отрасль никак убивать нельзя. Гражданам остается только либо вот скрипя зубами брать ипотеку, либо ждать, когда цены как бы... То есть, получается, что мы идем к тому, что в нашей стране будет большая часть людей, которые снимают квартиры, да, мы как бы вот сменим парадигму на то, что все хотели раньше иметь собственное жилье, и придем к западу, когда все говорят, ничего страшного, я буду всю жизнь арендовать этот дом, передам по наследству своим детям эту арендованную квартиру. Что, чтобы арендовать, надо, чтобы кто-то владел квартирой. В данном случае, да, тренд на то, что цены на аренду сейчас будут расти, потому что... Еще и цены на аренду будут расти. Ну, естественно, спрос определяет же... Цены на аренду будут расти, и тогда люди выйдут на улицы жить, судя по всему. Не, аренда сейчас активно растет, кстати, да, при текущих ставках, люди не покупают квартиры. Они снимают квартиры в аренду, соответственно, как бы снимают самые дешевые варианты, а остальные рынки остаются самые дорогие. Цены, естественно, как бы повышаются по аренде. Ну, слушайте, у нас раньше не было таких миллионов метров строительства, и как-то же мы жили, и не могу сказать, что население глобально увеличилось. Поэтому, да, как бы метров квадратных на количество людей будет меньше. Будет жить менее комфортно, но, тем не менее, будем жить, будем снимать, будем ждать лучших времен. Я думаю, что в данном случае ситуация с отменой господдержки, она очень позитивная, потому что цены должны остыть, и ипотека в общей сложности будет более доступна. Потому что та господдержка, что она была, она по факту для населения была мнимая, потому что те проценты, которые они выигрывали при платежах, она закладывалась в стоимость жилья. Соответственно, то, что вы высчитывали, что платите не 50 тысяч, а 30, например, за свою ипотеку, то это многомиллионно повышалось стоимость самой квартиры. И это мало кто понимал, кстати, к сведению о вопросе информированности населения и финансовой грамотности. То есть люди не понимали, что льготная ипотека очень сильно бьет по их карману. То есть поэтому она и не распространялась на вторичное жилье, потому что там уже ты не завысишь цену так, чтобы заложить в нее все вот эти самые расходы. Да я думаю, что на самом деле надо было ее на вторичное жилье сразу давать, тогда бы не было бы разрыва между вторичкой и первичкой. И у людей был бы выбор, кстати, куда идти, в новострою или вторичку. То есть если бы вот это было бы сделано, то у нас бы сейчас не было бы такой мыльного пузыря в 40%, от которого застройщики-то сейчас все как бы и рухнут. Ну, по-хорошему. А почему, кстати, Ярослав, как вам кажется, не сделали льготную ипотеку на вторичное жилье? Тогда бы владельцы квартир вторичного жилья заработали, а не банки. Какой кошмар! Банки бы все равно заработали, потому что брали бы в ипотеку эту. Ну, нет. Застройщики бы не заработали. Нет, как раз основная маржа остается в банках. Вот как раз вот эта разница. Это и процент, под который банки кредитуют застройщика. Ну, соответственно, все косты туда складываются. Но здесь еще тоже много моментов со вторичным жильем. То есть по застройщикам с регулированием этого сегмента еще как-то понятно. Но если будет вторичка с льготной ипотекой, соответственно, опять же, кто будет каким образом отслеживать эту ситуацию? Ну, тут возникает огромнейшее количество. А что-то нужно отслеживать. Ну, есть продавец. Вот он, пожалуйста, продал свою квартиру. Человек купил по льготной ипотеке, платит ее себе в банк. Продавец получил эти деньги, купил себе новостройку и домик на Мальдивах, условно. Завышение, занижение цены, проценты, которые платит Минфин по льготе, да, то есть он же компенсирует. 6 и 12 миллионов, там без разницы, завышай, не завышай. Есть ограничения по сумме. Ну, понятно, что по сумме есть ограничения. Но вы, соответственно, можете здесь достаточно неплохо играть, если у вас застройщик продает квадратные метры в жилом комплексе, соответственно, по единой практически цене. Ну, определенно играет скидка. То по вторичному рынку там огромнейшее количество нюансов, связанных с владением, с продажей и так далее. То есть у нас же до сих пор остаются огромнейшие, так скажем, риски, связанные с продажей вторичного жилья. Долги, все, что связано. Ну, то есть, а кто будет... Вложенный маткапитал, вложенный маткапитал, собственников количество, да? Я думаю, да. Можно я вот в эту ремарку вставлю коротенькую? Ну, во-первых, сейчас очень хорошо борются и с занижением, и с завышением. Занижение делается, чтобы не платить налоги, да? Вели 70-процентный барьер кадастровой стоимости по налогообложению. С завышением сейчас очень жестко работают оценщики. И у банков есть коридоры, и желтый, красный, зеленый. И как только выходят за рамки коридора, то просто не пропускают эту ипотеку, когда хотят сильно завысить стоимость. Поэтому тут как бы нет никаких проблем. Что касается покупки вторички, ну, сейчас все люди грамотные, все инструкции, как проверять. И банкротство, и маткапитал, и ограничения, и прочее, как бы они проверяются онлайн. Легко, просто, как бы, и никаких проблем с этим нет. На футу, наконец, есть риэлторы, которые тебе помогут, там, за 2-3% от стоимости проверить юридическую чистоту. Поэтому тут нет проблем. Проблема в том, что хотели поддержать именно застройщиков, а не рынок в целом, как бы, ну, и таким образом, как бы, пузырь. А как это работает? Я пытаюсь понять. Если бы дали льготную ипотеку на вторичное жилье, ну, человек покупает вторичку, а тот, кто продает эту вторичку, вполне вероятно, там, покупает себе новостройку, может быть. Или покупает другую вторичку, а эта схема работает. Цены росли бы плавно везде, и на вторичке, и на новостройке, а не только новостройке. Тогда бы у нас не было 100 миллионов квадратных метров в год. Было бы 90, и не было бы проблем. А зачем мы гонимся вот эти 100 миллионов квадратных метров в год? Это что? Это какая-то у нас пятилетка за 3 года? У нас есть планы, сколько метров нужно построить? Старт во всем мире. Чтобы граждане жили комфортно в стране, каждый год должны строить 1 квадратный метр на душу населения. То есть, если у нас 147 миллионов, ну, предположим, значит, нам нужно стоить 147 миллионов квадратных метров. Но, кстати говоря, из этих 100 миллионов, которые вводятся, если присмотреться внимательно в статистику, 50% всегда из года в год – это ИЖС, это сами граждане строят себе дома. То есть, вот эти многоквартирные дома – это всего лишь 50 миллионов. Капля в море. А в Китае каждый год строится миллиард квадратных метров. Китай сейчас расплачивается за свои деньги. Но это я к тому, что вот такие рекорды есть, тоже, может быть, не очень хорошо, но у нас еще строить и строить. И у нас очень ветхий фонд. Его, чтобы заменить, это нужно лет 30 вот таких реноваций, как в Москве, чтобы вот эти вот все пятиэтажки, которые уже давно отжили свой срок. Поэтому нам надо строить, и надо строить много. Но сейчас мы строим мало, 50 миллионов на всю страну. Может быть, чтобы нам строить много, нам нужно, чтобы у нас конечный потребитель все-таки был. То есть, чтобы компания-застройщик понимала, я выстрою столько квадратных метров, и у меня их все купят. А я не буду ждать, пока мне сейчас государство подзакрутит гайки, и люди, у которых где-то там на счетах есть деньги, может быть, пойдут и вложатся в мой дом, который я им построю. Смотрите, у нас много сейчас социальных программ в области ипотеки. Я могу вам рассказывать долго. Ну, смотрите, есть по территориальному признаку, дальневосточная, арктическая, новая территория. Есть по профессиональному, военная ипотека, сейчас IT-ипотека. Тоже там все подзакрутили, изменили условия, да, я так понимаю? Ну, IT все равно она осталась. Она осталась. Не, ничего не схлопывается. Более того, сейчас ипотеки, они есть, но они капли в море от общего объема. То есть, там, если посмотреть, если льготная ипотека была там семейная, 3,6 миллиарда, господдержка была, по-моему, 5 миллиардов, то IT-ипотека и все вместе взяты, это меньше 500 миллиардов. Ну, мы с низкого старта, их вообще еще пару лет назад не было, понимаете? Нет, я просто говорю, что по от объема, вы говорите, остались ипотеки. Я скажу, какой тренд сейчас выбор у правительства и куда надо смотреть потребителям. И куда мы вообще придем с этим трендом, да. Есть еще замечательная ипотека сельская, там по 3%. Которую отменили 4 года назад. Нет, ее не отменили. Там нет лимитов. Ипотека есть, а лимитов нет на нее. Лимиты разбираются до марта месяца. Но сейчас правительство выделило уже достаточную сумму для развития критования ИЖС, индивидуального жилища строительства. Там произошли серьезные изменения. Первое. Приняли закон об искровых счетах для застройщиков коттеджных поселков. То есть, банки могут теперь... То есть, идем к тому, чтобы из многоэтажек перебираться в загородные дома. Да, да, да. Потом для... Не потому что хочется, а потому что есть такая возможность получается, да? У нас, слушайте, у нас самая большая территория в мире. Чего бы не жить-то в собственных домах. И демография, она как-то лучше развивается в собственном доме. Смотря где этот дом находится и какая там, опять же, инфраструктура. Понимаете, там, живя и работая в Москве, вряд ли вам захочется брать какой-нибудь дальневосточный себе коттеджик. Знаете, и на коттеджике много спроса в Дальнем Востоке. Я была там, и народ даже не собирается уезжать на большую землю. Им очень понравилось брать гектары. Да, нет, но у нас же и многие люди живут на дачах, да, когда приняли закон о том, что можно прописаться на дачи. Все же стали скупать вот эти вот ветхие непонятные домики, покосившиеся, просто чтобы иметь какой-то свой угол с пропиской. Это будет в развитии ЕЖС очень серьезный. И вот эта вот ипотека для семьи с двумя детьми, 6%, ты можешь купить землю под 6%, ты можешь купить дом на вторичке под 6%, ты можешь построить дом под 6%. То есть я вижу очевидный такой тренд на то, что спасение утопающих – дело рук спасения утопающих. На старте вот этот тренд или уже приняли? Да, если вот посмотреть статистику, сколько Сбир выдал в этом году под 6 миллионов рублей. Это максимальное, да, что можно взять на ЕЖС, вы говорите? Да, да, да. Там что-то там зашкаливает у них, очень там и по экспоненте растет. Вот вы говорите, это значит двое детей и так далее. Александр, а кто вообще сегодня типичный клиент, человек, который хочет улучшить свои жилищные условия? Это среднестатистическая какая-то семья или это, не знаю, семья с 5 детьми, у которых доходы несколько миллионов в месяц? Кто эти люди? Ну, к сожалению, 52% людей воспользовались льготной ипотекой, у кого уже есть недвижимость, и они покупали вторую, третью квартиру в качестве инвестиций. 12% людей – это только те люди, которым она реально нужна, у кого там двое-трое детей и которые хотят расширить свою жильплощадь. И 2%, кто остро нуждается, у кого не было своего жилья. То есть господдержка должна была помочь людям обзавестись жильем, помогла 2%. Остальные все просто вложились как инвестиции в этот продукт. К сожалению, вот такая статистика на сегодняшний момент. А я уже не скажу, вспомню еще, ладно, дети там, пусть хоть все равно все в дом, как говорится, да? Но были же инвесторы, спекулянты, я знаю их лично, 3-4 ипотеки под 6% в новостройках набрали. Чтобы что? Чтобы перепродать, и перепродали, и заработали миллиарды. Но перепродали же нуждающимся, кто мог себе позволить, судя по всему. На 3-4 миллиарда заработаешь. Я хотела сказать другое слово, более народное, но постеснялась. То есть смотрите, получается, что у нас люди зарабатывают на том, что у них деньги на депозитах лежат. Люди зарабатывают на том, что вкладываются в строительство и перепродают жилье. У нас, знаете, Гондурас-Монако, вот такая смесь. У нас кому щипусы и кому жемчуг мелкие. К сожалению, да, расслоение большое очень в России. И те люди, которые действительно нуждаются, они сейчас вообще с ужасом. То есть хоть у них какая-то была вероятность до ковида. Вот у меня просто есть знакомая, она говорит, ну, я решила вот ковидом, типа... Я сижу, выйду. Да, 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 выйду. И потом, когда она вышла, цены уже в два раза улетели. Она говорит, ну, вот сейчас... И вот она каждый раз сейчас-сейчас, и вот она в съемной квартире. И говорит, видимо, да, придется. Но я к финансовой грамотности хочу сказать. Вот я, готовясь к нашей встрече, да, проанализировала статистику. Вот если вы покупаете квартиру, вот возьмем Верхние Лихоборы, район массовой застройки, ни центра, ни окраина. Далековато, но... Ну, такой, 21 миллион стоит двухкомнатная квартира 55 метров. Если вы ее берете по ипотеке в 20%, на 20 лет, нужно показать доход 500 тысяч рублей и платить ежемесячно 300 тысяч. Немного москвичей, наверное, вот в это ушко войдут. Игольная. Но если вы аналогичную квартиру будете арендовать с ремонтом, вот совсем 85 тысяч. В месяц. В месяц. То есть вы, живя в квартире такого же качества уровня, переплачиваете в 3,5 раза. И ипотека, соответственно, на 20 лет по 20%, вы переплатите, ну, вы себе квартиру одну и еще 2,5 банку отдадите. То есть 3,5 раза идет удержание для вас от кредита. Вот вопрос, оно того стоит, свидетельство о собственности, чтобы переплачивать 2,5 раза. А не лучше ли снимать их и ОФЗ купить себе под 16, 18, или там на депозите под 20 сейчас держать? Ну, какая интересная схема, да? То есть она не очень бьется с менталитетом нашей страны. Вот в чем дело. Можно менять менталитет, понимаете? У нас же издревле принято, чтобы было семейное гнездо, усадьба, где там все дети родились и так далее. 70 лет у нас такого не было в практике. Мы из этой красивой схемы убираем штуку, как называется, инфляция. То есть через 20 лет эта квартира будет стоить не 20 миллионов, а 60-80, и платеж по аренде тоже будет расти. Поэтому нельзя ее в долгосрочной перспективе. И опять же, аренда не гарантирует, что вы проживете в этой квартире 20 лет. Через два может прийти собственник и сказать все. Понимаете, я на рынке давно. И все знают знаменитый график, сколько стоила квартира в 2007 году. И вот если бы тогда ты бы не квартиру покупал, а купил бы долларов, поскольку там 26 рублей, то ты бы сейчас мог купить 2 или 3 квартиры. А биткоин давайте еще к этому вернемся. Ну, биткоин это, извините, да, в 2007 году еще никто не знал, еще не родился этот Якимото или как-то Якимош. В общем, суть в том, что, к сожалению, у нас настолько девальвирующаяся валюта, что иногда, ну, кстати, есть у нас еще третье упражнение для граждан, желающих сохранить, это покупка долларов. Сейчас ее пытаются как бы отбить привычку, но, по-моему, она еще жива. Но, в общем, если еще есть одна минута, я хотела напомнить, что есть еще одно интересное нововведение. Это 8 августа президент Путин подписал постановление, которое через месяц в силу, что теперь нельзя будет отбирать единственное жилье, ипотечно, я считаю, что это очень серьезный такой звоночек для банков, потому что они вынуждены будут закладывать риски. У нас граждане не будут выселяться. Люди пойдут на банкротство, да, и у них никто не отберет квартиру. Конечно, никто не отберет квартиру. И вот это вот у нас была очень такая показательная дисциплина граждан. Все очень гордились, что наши ипотечные заемщики там почки себе продают, но по кредиту платят. Но это реальные случаи, я знаю такие кейсы. Сейчас это все. И ипотека не будет у нас дешевой. И даже не про ключевую ставку сейчас речь. И ключевая ставка-то у нас не скоро будет дешевая. А вот этот риск банки однозначно будут закладывать в ипотечную ставку. Мне кажется, это немножко рассматривается вопрос, что в конечном этапе, то есть когда вы выплачиваете ипотеку, на конечном этапе там какой-то процент уже, честно говоря, слышали или не слышали, ну, предположим, там 10% у вас остается. Да, остается. То есть, соответственно, вот в этом моменте уже не изымать квартиру при наличии каких-то проблем с платежем. Это было и раньше. Такая опция была и раньше. Это существовало такое ограничение, чтобы не отбирать квартиру, если там и не 10%, а там больше. Но еще раз, давайте оставим это вот юристам. И, как говорится, покажет время. И встретимся с вами в студии через какой-то еще промежуток. И обсудим. Я чувствую, что ипотека – это действительно вечная тема для нашей студии. Ярослав, к вам практически финальный вопрос. А как вам кажется, в связи с этими нововведениями под индивидуальное жилищное строительство? Будут ли инвесторы вкладываться в таковые проекты? Потому что одно дело, когда ты покупаешь многоэтажку, квартиру ты ее сдаешь. А что касается коттеджей? Ну, здесь же все упирается в платежеспособный спрос. Это в основном проблемы Москвы и Санкт-Петербурга. Развитие этих проектов. Девелоперами достаточно сейчас активно идет. Строят коттеджные поселки и так далее. Но чаще всего это на какой-то завершающей, мне кажется, стадии, когда рынок недвижимости начинает в преддверии его сильного охлаждения. Вот все начинают обращать внимание на потенциальные, так скажем, варианты с ИЖС и так далее. То есть тот же самый 2007-2008 год. Примерно такая же ситуация была. Вот у меня товарищ купил за 10 миллионов участок. Вот так он, по-моему, в тот период, так он, по-моему, до сих пор третий не стоит тех денег, которые были тогда заплачены. И это все очень, так скажем, малопрогнозируемое. Вообще рынок недвижимости сложно прогнозируемый. А последствия от обрушения рынков недвижимости, они бывают очень катастрофичны. 1997 год. Дефолт в России 1998 года. Это вот 1997 год Юго-Восточной Азии. США, ну и, соответственно, рынок Сопрайм 2008 года мировой коллапс был. Так что я думаю, что мы потихонечку, конечно, подходим. Вот сейчас Китай со своими, опять же, проблемами по рынку недвижимости. Но у нас, как показывает практика, вот есть один застройщик, у него там поменялись названия, осталось то же самое, а акционеры остались. Вот в 2008 году он испытывал очень большие проблемы, связанные с тем, что долги банкам и так далее, они придержали свой парк недвижимости и, в общем, вышли победителями, ну, в кавычках, опять же, распродали там в 2011-2012 годах и, в принципе, себя неплохо чувствуют. Я к чему? К тому, что рынок недвижимости, вот все ждут, что цены снизятся. Я думаю, что вот мы увидим, наверное, какое-то снижение просто ликвидности на рынке. Если крупные девелоперы придержат пару лет свои объемы, ну, потихоньку будет, ну, это, в принципе, уже сейчас происходит. Если каких-то катаклизмов не будет происходить, я думаю, что все на тех же самых условиях останется. Если вот ситуация с СОО начнет сворачиваться, если бюджетный стимул по военно-промышленному комплексу начнет сворачиваться, мы вернемся к льготной ипотеке, и расцветут цены с новой силой. Понятно. В общем, прогнозы практически пока малоутешительные, что называется, но мы будем следить за развитием событий, потому что, как мы видим по реакции все-таки потребителей, эта тема сегодня, как сказали бы психологи, триггерит многих. Спасибо, что вы сегодня были с нами. Друзья, оставайтесь вместе с Вечерней Москвой. У нас для вас всегда много актуальных информационных поводов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова